Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Толстая, я врач-психотерапевт, и мы продолжаем с вами разговаривать о развитии личности. Мы много говорили о разных способах манипуляции. Сегодня у меня вопрос такой. Можно ли быть счастливой с висхолдером? Я отвечу вам прямо сразу – нет. Нельзя быть счастливой с висхолдером, потому что не выдержите прежде всего вы, а не он. Начнем с самого начала. Висхолдинг – это один из способов манипуляции, когда партнер не хочет обсуждать важные темы, уходит от ответа или делает вид, что он не слышит собеседника. Действительно бывает так. Девочки, встречающиеся с женатыми мужчинами, рассказывают, что год-два. Я пытаюсь задать какой-то вопрос, что дальше? Ты же у нас режиссер. Жена не знает, как дальше жить, и я не знаю, как дальше жить. Планировать детей, что-то, какие-то планы у тебя есть. И тут начинается. Человек останавливает все на этой точке, и дальше ты не получаешь ответа. Это иногда бывает. У меня одна клиентка есть, рассказывает, что все советовались, все решали, были планы. Вышла замуж, живем вместе, задаю вопрос о деньгах. И тут прям как отмораживается мужчина, и не дает никакого ответа ни про кредиты, ни про планы, ни про покупки, ни про дом. Невозможно получить ответа логичного, какого-то ровного. Давайте начнем с самого начала. Почему мужчина замораживает на этой точке и не дает ответа? Во-первых, он не хочет идти вам на уступки, он не хочет договариваться и не хочет вам давать этот ответ. Но он прекрасно понимает, что если он вам скажет это своими словами, прям прямыми, да, то он может потерять эти отношения, а ему они выгодны. Выгодны, потому что он чувствует себя важным. Ходит за ним женщина и все время спрашивает. А, кстати, и мужчина тоже. А как дальше? Зая, а как дальше? Зая, а как дальше? Вот три, четыре, пять раз, и каждый раз интонации уже меняются, уже нервы не выдерживают, уже начинаются упреки. И человек чувствует себя важным, у меня пытаются получить ответ, а я в данный момент его по-прежнему не даю. А как он, интересно, не дает? Он может переводить тему. Вот вы задаете конкретный вопрос о деньгах, а он начинает вам рассказывать что-то вообще противоположное. И вы смотрите на него и говорите, давай вернемся к нашей теме. Ну, да подожди, ты помнишь вот там то-то, 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 то-то? Или что он еще может сделать? Вы задаете вопрос, очень важный для вас, и он тут немедленно предлагает сделать что-то, что вам точно понравится. Точно такое же приключение внимания, но только не в минус, а в плюс. Он также может отшучиваться, вы говорите, какие у нас планы по деньгам, или как мы будем платить кредиты. Да ладно тебе про деньги, давай про мечты, давай про цели, давай еще про что-нибудь. И у конкретного ответа все так и так и нет. А иногда он может очень долго и заумно что-то рассказывать, вообще не на ту тему, которую вы у него спросили. Допустим, вы говорите, что у тебя там происходит на работе, будет повышение зарплаты, не будет, вовремя выплачивать, нет. Какая у тебя зарплата, ну какой-то вопрос о деньгах тот же самый. И мужчина вдруг начинает говорить о том, что возможно повышение, придется кого-то увольнять. Я не верю в коллектив, я не совсем знаю всех, я не уверен в своих силах. Она, стоп, давай вернемся к нашей теме, ответь мне на вопрос, как мы будем там решать наши финансовые вопросы, как мы будем их хранить, как мы будем тратить деньги, как мы будем собирать, как мы детей будем учить, кормить, лечить. И мужчина по-прежнему не отвечает на вопрос. И он говорит, я тебе битый час уже рассказываю, отвечаю на вопрос, а ты меня не слышишь. Она говорит, дай мне конкретный ответ, первое, второе, я записываю. И чаще всего такой ответ не получается. Давайте сделаем так, отделим котлеты и мух по раздельности. Многие из нас не хотят заканчивать отношения, потому что они на каком-то этапе нам выгодны. Кто-то получает свои коврижки, кто-то деньги, кто-то суперсекс, кто-то приятного, веселого собеседника с прекрасными связями и с возможностью выходить в свет. Кто-то на данный момент вообще ничего не хочет менять. Несмотря на то, что рядом с тобой человек, который не отвечает ни на один на твой вопрос, живет по своему индивидуальному графику. Он живет так, как ему надо, в свое собственное удовольствие, а ты при нем. Он делится с тобой тарелкой супа. Он приходит, и ты должна бросить в раковину посуду. В этот момент у тебя уже должна быть эпиляция, губы накрашенные. Ты должна быть готова, потому что солнце красное пришло. И данный человек далеко не всегда нарцисс. Он просто проявляет такие качества, показывая, что он не зайдет когда-нибудь, возможно, дать тебе подобный ответ. Вот и вернемся к девочкам, которые встречаются с женатыми. Она ему говорит, что дальше, как ты это видишь. Если бы у тебя была дочка, и она была в такой ситуации, что бы ты ей сказал, что бы ты ей посоветовал. И мужчина может иногда такую морду скупоросить, он может сделать обиженное лицо, он может встать и уйти из комнаты, и ты еще такая виноватая себя будешь чувствовать. И не только не ответит, что он посоветует своей дочери, а конкретно скажет, мать, ты не в себе, ты уже достала меня своими вопросами. Если я не даю тебе этого ответа, значит, я сейчас не готов ни в коей мере говорить, ни о своей персоне, ни давать тебе этот четкий ответ. Нет, неужели непонятно, ты что, дебилушка, четвертый раз меня спрашиваешь, четвертый раз тебе не отвечают. И тут вы должны сами себе признаться, да, я живу с человеком, с которым нельзя строить планы, и он не держит своих слов, он их не дает, чтобы потом не слушать ваши упреки. И вы прекрасно понимаете, что так долго продолжаться не может. И поставьте себе какой-то определенный срок, да когда я это буду терпеть, да, вот индикационный он называется в психологии. И смотрите по сторонам, ищите человека более надежного, более сильного, более внимательного к вам. Кому интересно будут ваши тревоги, и к человеку, который будет отвечать на ваши вопросы. Ну потому что по-другому не бывает, нервная система не выдержит очень долгой неопределенности. Люди сходят с ума, когда они не знают, что происходит. Мы умеем надумывать, у нас будет 15 вариантов исхода событий. Вот тут как раз дамочки идут гадалкам, а что он там думает, а что у нас там будет, только потому что уже безысходности, пусть хоть что-нибудь придумает тетя Мотя, и лишь бы я хоть как-то ориентировалась, от чего-то отталкивалась, и хотя бы знала, что ему ответить, если в очередной раз он начнет с наезда или с очередного упрека. Быть свистхолдером иногда интересно. У него каждый раз канительные планы, нужно быть спонтанной, веселой, легкой и ни на что не претендовать. То есть вот жить здесь и сейчас. Если о таком счастье вы меня спрашиваете, оно возможно, но оно не длительно. Если это будущий муж и отец ваших детей, печально, но я не знаю ни одной пары, которая выжила бы больше 5-6 лет, ну не знаю, нет у меня такого опыта. Желаю вам получать ответы на все ваши вопросы и держать хвост пистолетом. Если вы прекрасно понимаете, что вы не можете построить теперь свои собственные планы, вспомните о самоуважении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!